Уходящая американская администрация Барака Обамы, обвиняя Россию во всех смертных грехах, пытаясь обвинить нас в том числе и в провале своих внешнеполитических инициатив, как вы знаете, безосновательно выдвинула дополнительные обвинения в том, что российская сторона на государственном уровне вмешивалась в избирательную кампанию в Соединенных Штатах, в результате которой демократический кандидат потерпел поражение. И вчера администрация США, не приведя никаких фактов, никаких доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении Российской Федерации. Под санкции попала Федеральная служба безопасности, ряд других российских ведомств и физических лиц, и санкции также охватили наших дипломатов. 35 человек, работающих в Вашингтоне и в Сан-Франциско, 31 в Вашингтоне и четверо в Сан-Франциско, должны покинуть Соединенные Штаты до конца дня, 1 января. Кроме этого, нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью Российской Федерации. Это одна дача для отдыха наших сотрудников в Вашингтоне, и вторая дача для отдыха наших сотрудников в представительстве России при организации объединенных наций. Манеры американской администрации вполне очевидны, и в том и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул на них отдыхали, там лагеря традиционно открываются. И эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации. Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа. Взаимность — это закон дипломатии международных отношений, поэтому российский МИД вместе с нашими коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента Российской Федерации о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бару и складом на улице Дорожная. Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке.